Вандах, на границе Перу и Боливии, на высоте почти 4 километра, лежит огромное озеро Титикака. Оно больше, чем Москва вместе с ее пригородами. Там живут индейцы Уру, судя по данным историков, уже несколько тысяч лет на искусственных плавучих островах. Плетут их из тростника. Так они веками кочевали, оставаясь всегда дома. Просто идеально. Родной язык этих индейцев называется Аймара. С его помощью можно сделать много неожиданно крутых вещей. Например, вы знали, что можете понимать даже на языке, которого не знаете, о котором, скорее всего, никогда не слышали, и который не имеет никаких связей с языком или языками, на которых вы говорите. Попробуйте сами. Семеро рыбаков принесли улов. Каждый рыбак описывает свой улов. А теперь скажите, где чей улов? Но есть проблема. Хотя в это сложно поверить, но врет только один из рыбаков. Кто именно, нам, конечно, неизвестно. Задача действительно сложная. Но не надо быть специалистом, чтобы с ней справиться. Зато ее решение – это такая отмычка к загадкам неизвестных языков исчезнувших цивилизаций. А еще она приведет в этом ролике к проблеме столетия в технологиях искусственного интеллекта. Вы узнаете самую сложную задачу для машин. И заодно, где можно забрать 200 миллионов, если решите хотя бы пару задач на пути к самой сложной. И разберемся, правда ли, что подсказки можно найти в письменах индейцев Майя. Этот выпуск мы сделали при поддержке организаторов технологических конкурсов Upgrade. У нас в Сайуан есть уже целая серия роликов о нерешенных технологических проблемах человечества. Которые, если нам удастся решить, мы выйдем на новый уровень развития нашей цивилизации. Плейлист на цикл я оставил в описании под этим роликом. Но сначала разберемся с загадкой про улов. И как можно начать понимать даже незнакомый язык. Осторожно, дальше пойдут подсказки. Все рыбаки говорят об одном и том же. Для нас главное найти разницу в их высказываниях. Поэтому все, что повторяется, можем сразу удалить, чтобы это не мешало. Это не важно для решения задачи. Последнее слово вообще везде одинаковое. Скорее всего, это какие-то рыбные слова. Во всех есть чалуа. Наверняка это как корень рыб в русском. Рыба или рыбачить. Теперь стало заметно, что в этих предложениях аж по три рыбных слова. Зачем говорить про рыбу три раза, а не два? Может быть, чтобы пояснить, что в улов попалась рыба двух видов. Проверим нашу гипотезу. Смотрите. Четыре улова, где рыба разных размеров. И три улова с одинаковыми рыбами. Кажется, гипотеза подтверждается. Кстати, именно в предложениях, описывающих уловы из рыб разных размеров, во втором рыбном слове встречается мпи. Видимо, оно и означает неоднородность улова. Вы заметили, что рыбы в улове могут быть трех размеров и в трех количествах. В русском или английском, если мы хотим сказать и о количестве, и о качестве, сначала мы говорим о качестве. Предположим, что в этом языке все устроено таким же образом. Тогда слова ма, кимса и пая будут означать количество. Их как раз три. Какой же из них значит один, какое два, а какое три. Ма встречается в четырех предложениях. Какое количество рыб встретилось сразу в четырех уловах? Только единица. Причем, обратите внимание, первый улов как раз состоит из пары рыб разных размеров. Совсем как описано в предложении три. Вот мы уже перевели первое предложение. Дальше совсем просто. Продолжение решения загадки в гугл доки, ссылку на которую мы оставили в описании под роликом. Вот так, без словаря, без каких-либо знаний о языке и культуре, и даже без общения с носителями, мы начинаем понимать речь на незнакомом языке. А когда решим задачу полностью, сможем даже сказать, кто из рыбаков соврал. Но если мы можем разобраться в незнакомом языке с нуля и без подсказок, то почему тогда до сих пор остаются языки, которых не понимает ни один из ныне живущих людей? И понять не могут даже исследователи. По всему миру найдено множество артефактов с надписями или знаками исчезнувших цивилизаций, культур и народов, которые еще никому не удалось перевести или расшифровать, хотя пытаются уже десятилетиями. А может нам это не удастся и никогда. Например, камни харапской цивилизации. Посмотрите, им не меньше четырех тысяч лет. Обнаружили находки на границе Пакистана и Индии. Ареал обитания побольше, чем у древних египтян и месопотамцев вместе взятых. То есть это одна из крупнейших на Древнем Востоке цивилизаций. И мы почти ничего не можем понять в их надписях. Казалось бы, они простейшие. Ребенку понятно, что вот это человечек. Правда, почему-то похожий на рыбу. Так это или рыба с ногами? Ну, допустим, но это же понятное дело. Это сноб, вроде бамбука, правда? Значит, тут речь идет про еду или про стройку. Или про еду на стройке. В том-то и проблема. Было 60. 60 полноценных исследований попыток расшифровать эти письмена. И каждый ученый по-новому трактовал все знаки и символы. Ни по одному они не сошлись во мнениях. Что же пошло не так? Не только здесь, но и со всеми другими непереводимыми языками. На самом деле, не так пошло все. Нам нужны всего три вещи, чтобы начать понимать текст на неизвестном языке. И в случае с неразгаданными языками у нас нет ни одной из них. Первое. Контекст. На каком предмете надпись, в каких условиях и для чего он использовался. Уже это может нам многое подсказать. Именно так вы понимали, что в речи рыбаков есть слово рыба, слово поймали, а еще точно должно быть количество и, возможно, размер улова. Но это совсем не работает в случае исчезнувших цивилизаций. Долгое время могло казаться, что майя это такой просвещенный народ, который изучал астрономию, рисовал созвездия и делал крутейшие календари. Было множество слухов, байк про какие-то там страшные ритуалы. Находили странные рисунки вроде этих и этих. Но главные артефакты, сохранившиеся рукописи майя, продолжали скрывать истинную историю цивилизации. Никто не мог взломать письмена десятилетиями. Удалось только советскому лингвисту и историку Юрию Кнорозову. До него иероглифы майя были просто забавными и непонятными рисунками. Если верить этой фотографии, он любил в жизни только две вещи. Науку и своего кота. И сложно сказать, что он любил больше. Когда с помощью работ Кнорозова перевели многие тексты майя, выяснилось, как много эти индейцы себе позволяли. Устраивали человеческие жертвоприношения. По случаю прихода к власти нового правителя или если начинался новый календарный цикл, проводили ритуал и вырывали сердца детям. Правда, в тех краях и в те времена этим сложно было кого-то удивить. Ацтекам можно, а майям нет что ли? Словом, контекст помог бы намного раньше понять и перевести тексты майя. Но его мы не знали. Что еще нужно, чтобы понимать на неизвестном языке? Второе. Родственные языки и письменность. И последняя отмычка к непереводимым языкам. Третье. Статистика. Когда вы сравнивали, какие слова, насколько часто встречаются в предложениях рыбаков, вы уже начали заниматься статистикой. Вам очень нужен массив или, как говорят лингвисты, корпус текстов на языке, который мы пытаемся расшифровать. Чем он больше, тем больше вы найдете паттернов и закономерностей. Именно так машина впервые в истории расшифровала язык, который ранее не поддавался ученым. Угарицкий. На нем говорили жители древнего города на севере Сирии. Для дешифровки исследователи воспользовались чит-кодом, корпусом текстов на родственном языке, на иврите. Вот что они сделали. Они наложили алфавит иврита на угарицкий. И машина начала перебирать буквы, как отмычки. С какой частотой встречается в текстах на иврите такой знак, и какой знак с такой же частотой встречается в угарицких текстах. Чем больше совпадений, тем выше вероятность, что они друг другу соответствуют. Кстати, это слово переводится как один. А потом сделали то же самое уже на уровне слов. Ведь это же родственные языки. Значит, должны быть слова, имеющие общее происхождение, а значит и общее устройство. Например, как французское и испанское «ом» и «омбре». В переводе «человек». Происходит от латинского «homo homin». В итоге, таким перебором машина, не озадачиваясь смыслом слов, обнаружила, что треть слов на угарите имеет близнецов на иврите. А на иврите мы значения их уже знаем. Если хотите еще подробности, почитайте по ссылке под роликом статью авторов. Она очень крутая. Начинается, не поверите, с крестового похода алгоритмов против кожаных мешков с костями. Раньше в лингвистике доминировала идея, что перевод, дешифровка неизвестных языков – это дело особой человеческой логики и интуиции. Мол, только они позволяют раскрывать древние загадочные надписи. И действительно, до того момента, то есть до 2010 года, ни один язык в мире еще не был расшифрован с помощью компьютера. А исследователи в статье говорят – вообще-то, эту вашу человеческую логику и интуицию мы можем смоделировать математически, запрограммировать и с помощью машины взломать древние загадочные надписи. И взламывают у Горицкий за несколько машин и часов. Тогда почему до сих пор алгоритмы еле-еле или вообще не справляются с примитивнейшими задачами на языках, про которые нам известно почти все? Например, вот предложение. Артур купил VR-шлем и теперь выносит монстров. Дальше вам нужно выбрать утверждения, которые из этого утверждения следуют. Артур стал терпимее к монстрам. Артур переставляет монстров. Артур приобрел VR-шлем с монстрами. Артур играет. Из подобных заданий состоит эдакий ЕГЭ для машин. Пока он только на английском языке. Называется ГЛУ. Каждое задание устроено так, что обычный человек с ним справляется без проблем. Но для машины это вынос мозга, если, конечно, так можно сказать. Так вот, запустили ГЛУ впервые всего пару лет назад. И лучшие современные алгоритмы набирали по нему еле-еле 60 баллов из 100. Правда, за полгода удалось надрессировать нейросети справляться получше. И тогда они начали выбивать до 90 баллов. В ответ исследователи разработали более хардкорную версию. Супер ГЛУ. Создателям нейросетей пришлось радикально дорабатывать алгоритмы. И в конце концов те достигли очередного потолка. Снова 90 баллов из 100. Машины слышат и читают нас, но они все еще не понимают, что мы говорим. В лучшем случае они догадываются. Понимать нашу речь, наши тексты на уровне людей – самая сложная для них задача. Как бы роботы вас не обманывали безупречным выполнением команд, не верьте. Просто попробуйте, если еще не делали. Скажите умному помощнику что-то внезапное. Что бы ты сделал, если бы стал грибом? Вот что мне удалось найти. Что бы ты сделала, если бы стала грибом? Здравствуйте, что я могу для вас сделать? Стань грибом. Грибы – царство живой природы, объединяющие алкариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки, как растений, так и животных. Хотите прослушать больше информации? Нет. Что бы ты сделала, если бы стала грибом? Интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. Хорошо. И это огромная технологическая проблема. Не чтобы вы могли одиноким вечерком поговорить по душам с роботом, а чтобы робот мог поправить вас. Там, где сейчас это может сделать только человек. Например, в работе с текстами. Сейчас объясню. 2007 год. Первый айфон, но рулит Моторола. Всюду эмо. Доллар по 25 рублей. Бензин по 15. Фильмы, игры на дисках. Либо качаешь по локалке у соседей. В это время выходит последняя книга про Гарри Поттера. Дары Смерти. 784 страницы. Американка Анна Джонс прочитывает том за 47 минут. То есть скорость ее чтения 4200 слов в минуту. Обычные люди не превышают 200-400 слов в минуту. Чтобы проверить, прочитала она или просто пролистала, Джонс попросили пересказать содержание книги. И она это сделала. Еще бы, на тот момент она многократный чемпион мира по скорочтению. И ей ничего, кроме пересказа, не надо было делать с тем текстом. А теперь другой факт. Ежегодно только по биологии и медицине в одну из крупнейших баз научных статей PubMed поступает более миллиона новых публикаций. Больше миллиона. Недавние измерения показали, что статей становится с каждым годом почти на 10% больше. То есть каждые 10 лет становится вдвое больше научных публикаций. И панчлайн. Даже если ученый станет чемпионом по скорочтению, он не успеет прочитать всех выпущенных за год статей. Даже если каждую минуту будет заниматься только этим. Мы производим информацию намного быстрее и больше, чем можем ее переработать. И вся она передается в виде текстов, которые сейчас недоступны машинам даже для понимания. Каким станет технологический прогресс, если мы решим эту проблему? Пожалуй, это будет сравнимо с изобретением письменности у людей. Именно поэтому проблема непонимания текстов машинами, неспособность выявлять фактические и смысловые ошибки признана технологическим барьером. Ее можно назвать одной из проблем столетия в технологиях искусственного интеллекта. За решение задачи объявлена награда 100 миллионов рублей, если машина будет справляться с русскоязычными текстами. И столько же, если она будет справляться с англоязычными. Конкурс проводится в России и называется «Про чтение». Он пополнил линейку технологических конкурсов «Апгрейд», про которые мы уже рассказывали в нашей серии роликов. Так в чем же состоит челлендж? Нужно, чтобы ваш алгоритм или система алгоритмов получала эссе, сочинение или любой подобный текст объемом до 12 тысяч знаков. И чтобы максимум за 30 секунд показало, где автор ошибается не в словах и запятых, а в смыслах и фактах. Например, вот проходит через алгоритм предложения. Самые древние следы Homo sapiens нашли в 1921 году во Франции. Значит, человек современного типа появился сначала в Европе. Здесь и фактические, и логические ошибки. И алгоритм указывает на них, как хороший преподаватель вуза или школы. Это нерешенная еще никем в мире задача. И конкурс «Апгрейд про чтение» бросает вызов исследователям-программистам со всей планеты. Сделайте систему, которая сможет поправлять людей хотя бы так же хорошо, как люди. А потом можно будет думать и о том, чтобы она превзошла людей. Участникам конкурса для решения задачи придется выйти за границы типичной обработки статистических данных. Тут пригодятся и машинное обучение, и методики представления знаний, и лингвистика. Один специалист не справится. Но я так и не ответил на вопрос. Почему так сложно научить алгоритмы разбираться в том, что мы говорим или пишем на обычных языках, если они могут взламывать даже неизвестные языки? Проблема в текстах. И это не только статьи, романы, эссе. Это все, что мы говорим и все, что мы пишем. С точки зрения науки, это все тексты. И проблема в том, что тексты – это не просто сумма элементов, из которых они состоят. Это всегда большее. Расшифровка языка Майя не привела к тому, что мы начали понимать, что написано в текстах на этом языке. После расшифровки стало ясно, что означают иероглифы Майя. Но надо было понять, что иероглифы образуют, когда стоят вместе. То есть надо было понять смысл, заключенный в текстах. И на это у исследователей ушли годы и годы. Так и машины. Они могут знать все про язык, про буквы, слова, грамматику, синтаксис, владеть информацией про все вещи, о которых говорят на языке. Но когда отдельные элементы составляются нами, людьми, в речь, текст, то оказывается, что для понимания целого мало знать все про элементы. Нужно что-то еще. И это картина мира. Когда мы говорим «дом», то это и квартира, и дом, где мы живем, и безопасность, и уют, и семья, и счастье, и скука, и проблемы. И это сразу весь наш опыт, связанный с тем, что мы называем домом. Это картина мира. Сейчас мы создаем модели языка, чтобы машина могла хоть как-то обрабатывать нашу речь. Чат-боты и умные помощники все построены на той или иной модели, обученной на естественных языках. Но, чтобы сделать следующий шаг, нам, возможно, надо научить машины строить картины мира. Работая над этим роликом, наша команда много консультировалась с лингвистами и специалистами в сфере ИИ. И все они говорят, что проблема языка, мозга и понимания настолько сложная, что даже подойти к ее решению всерьез не удается. А как наш мозг порождает речь? Что в нем такое есть, что делает его способным к речи? Исследования таких фундаментальных вопросов крайне сложны. Результаты получаются небольшие, без сенсаций и прорывов уже десятилетиями. Поэтому прогресс невероятно медленный. Но это не мешает решать и даже успешно отдельные, очень узкие задачи. Распознавать речь, отличать ее от гудения микроволновки или от лая, находить связь между устройством мозга и его речевыми функциями, а за счет этого лечить людей с нарушениями речи. Нам многое удается, но еще большее предстоит. Возможно, однажды мы решим и самую сложную задачу. Возможно, когда-нибудь нам удастся научить машины понимать тексты и понимать нас. И, возможно, это поможет и нам лучше понимать друг друга. Это канал SciOne, если вы еще этого не заметили. А я Артур Шарифов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok